Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия в студии Руслан Жукаев. Во всех учреждениях образования Карачаева Черкесии сегодня прозвенел первый звонок. Торжественное мероприятие в третьей школе, открывшей двери после капитального ремонта, посетил глава республики Рашид Тимрезов. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Нарядные детки и даже не пытающиеся скрывать волнения взрослые. Капитальный ремонт третьей школы Черкесии завершился будто специально к самому знаменательному пока что событию в жизни нескольких десятков первоклашек. Вместе с учащимися, а также с педагогами и родителями День знаний отметил и глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, который поздравил ребят с началом важного этапа. Конечно, это в первую очередь праздник для наших дорогих и любимых первоклашек, для их родителей. Конечно же, для педагогического состава новой, обновленной, третьей школы города Черкесии. По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина ведется очень серьезная работа по улучшению качества образования. Даже вот эта программа по капитальному ремонту школ. Только в Карачаево-Черкесии к концу следующего года мы капитально отремонтируем 62 школы. К слову, масштаб проведенных в обновленной школе работ отметили и выступавшие со стихами ученики. Школа вся преобразилась, новоселью нарядилась. Вот и исполнилась наша мечта, новую школу войти нам пора. Ну а далее первоклашки и без 10 месяцев выпускники звоном колокольчиков известили о старте нового учебного года, который для ребят без сомнения станет увлекательным в стенах родной школы. После торжественной линейки почетные гости прошлись по кабинетам, оценили условия, в которых с этого дня будут учиться юные жители Черкеска. Воспоминаниями о проведенном в этом здании времени поделился и руководитель республики. Вспоминаешь, заходишь, все этажи помнишь, все кабинеты помнишь, сейчас чуть поменялось все, конечно, по насыщению. Сейчас у ребят гораздо больше возможностей и учиться, и много новых дисциплин, которым можно действительно учиться. И на ваш взгляд, если была такая возможность в то время, наверняка куда-нибудь еще? Вы знаете, каждое время оно по-своему разное, на линейке дети уже говорят о том, что говорит наш президент. Основа развития нашего государства – это качественное образование, это всестороннее развитие наших детей. И сегодня в Российской Федерации все для этого делается. Мы имеем все возможности, у нас, я вообще считаю, система образования Российской Федерации самой крутой, самой лучшей. Гости посетили отремонтированные кабинеты, оценили обновленную и ароматно пахнущую столовую, дали старт спортивным занятиям на площадках, которые соответствуют современным стандартам качества. К слову, в недалеком будущем это учреждение в рамках проекта образования обзаведется и собственным школьным театром. Так что мальчишкам и девчонкам остается лишь проявлять усердие, стремиться постигать новое, получать знания, которые в будущем помогут им и, разумеется, развитию республики и страны в целом. Артур Мухцелек, Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Также сегодня Рашид Тимрезов принял участие в открытии новой современной школы на тысячу мест в селе Учкаке Малокарачаевского района. Седьмая средняя общеобразовательная школа имени Бориса Узденова была построена в рамках нацпроекта образования. Для самых юных участников новое современное учреждение позволит всесторонне развиваться и расширять свои таланты. На торжественном мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Совершенно новая и современная школа в селе Учкаке открыла свои двери для тысячи школьников. Примечательно, что именно в год семи был построен этот объект и в первый класс пошли 120 малышей. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов поздравился в собравшихся с началом учебного года и с вводом в эксплуатацию данного образовательного учреждения. В Малакарачаевском районе за последние годы было построено две школы, пять школ отремонтировано. Построены детские сады больше чем на 700 мест. Район уверенно развивается и уверен, что мы и дальше будем район поддерживать во всех сферах жизнедеятельности и, конечно же, в системе образования. С большим нетерпением ждали открытия школы родители наших учеников. Мать шестерых детей, выпускница этого образовательного учреждения Фатима Байрамкулова от имени родительского коллектива выразил благодарность главе республики и всем, кто помогал в строительстве данного объекта. Мы ее очень ждали, представляли себе, но результат превзошел все наши ожидания. Огромная, красивая она открыла двери нашим детям и дала возможность учиться в новой школе. Я хочу выразить признательность педагогическому коллективу, который растит в достойных выпускников, которые могут прославить нашу страну и малую родину. Желаю всем добра, здоровья и мира. Работа новой школы позволит снизить в Малокарачаевском районе количество детей, обучающихся во вторую смену. Для нас, учителей, это особенное событие, потому что школа – это не просто работа, это наш дом, наша жизнь. Чувство радости и гордости и волнения переполняют наши сердца от того, что мы будем работать в этой прекрасной современной школе. Она станет родным домом не только для учителей, для всех наших учеников, которые здесь будут постигать науки, учиться отличать добро от зла, станут настоящими патриотами своей родины. Уважаемый Рашид Бориспиевич, спасибо вам огромное. Благодаря вашей поддержке мы получили замечательный подарок. После главы республики вместе с первоклассниками, которые являются детьми участников СВО, перерезали красную ленту и торжественно открыли двери новой школы. Рашид Темрезов посетил кабинеты, где проводятся уроки по робототехнике, и также провел урок в рамках разговоров о важном – на тему семейных ценностей. В школе есть просторный актовый зал, функционируют большой и малые спортивные залы, где дети могут посещать различные спортивные секции. Вместе с главой региона в образовательном учреждении побывал и участник СВО Рашид Акбаев, который остался под большим впечатлением от увиденного. Мы тоже, как участники специальной военной операции, очень рады, что подрастающее поколение будет учиться в таких условиях, как сейчас говорил с директором школы. Я один год здесь учился на подготовительных курсах. Сам с Красного Кургана, конный завод. И здесь год учился, но в старой школе. Просто тогда невозможно было представить, что будет такая школа. В школе уютно оборудована столовая на 250 мест и с пищеблоком с современным оборудованием. Для учащихся учеба в этом прекрасном здании будет наполнена знаниями и новыми открытиями. Сегодня мы пришли в новую школу. Это для нас очень радостное событие. Раньше, когда мы учились в старой нашей школе, она была старой. Она была построена 64 года назад. Во дворе новой школы функционируют две спортивные площадки для футбола и баскетбола, где в свободное время дети могут уделять особое внимание физическому здоровью. Аль-Халеб Шоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. В ходе рабочей поездки в Малокарачаевский район глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел встречу с главой администрации района Рамазаном Байрамуковым, который проинформировал о текущей социально-экономической ситуации в муниципалитете, готовности учреждений образования к старту нового учебного года, а также о ходе подготовки объектов социальной сферы и ЖК Хакстера к отопительному сезону. В частности, социально значимые обязательства районного бюджета исполняются в полном объеме. На 22% выразвод жилых домов активно идет процесс социальной догазификации. Продолжается капитальный ремонт зданий школ в Учкакене и Первомайском. Строительство других объектов ведется в соответствии с планом. Стороны обсудили также организацию в районе работы по оказанию помощи военнослужащим, участникам СВО и членам их семей. Каждая семья в районе находится в зоне постоянного внимания, как администрации района, так и социальных служб. Также в тесном контакте с командующими войсковых частей на регулярной основе формируется и отправляется в зону проведения СВО грузоподдержки. Рашид Тимрезов отметил активное участие жителей Малокарачаевского района в сборе гуманитарного груза в Курскую область, а также комплексную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный. Ветер восточный 6-11, днём будут порывы до 14. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 12, днём 26-31 градусов тепла, местами до плюс 23. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске переменная облачность, кратковременные дождь и гроза. Ветер восточный 6-11, температура ночью 17-19, а днём 29-31 градусов тепла. В выходные с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию прибыла делегация депутатов Госдумы России от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. В ходе двусторонней встречи с главой республики Рашидом Тимрезовым обсудили вопросы взаимодействия органов госвласти с парламентской партией в целях реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным по социально-экономическому развитию страны, дальнейшему укреплению институтов гражданского общества. Депутаты всех политических партий, в том числе и ЛДПР, ведут активную работу по реализации поручений главы государства по улучшению качества жизни людей. Леонид Слуцкий подчеркнул высокий уровень патриотизма в регионе и тот значимый вклад, который Карачаево-Черкесия и ее жители вносят в приближение нашей общей победы в СВО. В ходе встречи в расширенном формате проговорили о важных для региона проектах в сфере туризма, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, промышленности сельского хозяйства, которые реализуются в Карачаево-Черкесии. Рабочая поездка в Карачаево-Черкесию руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого была кратковременной, но насыщенной. Помимо встреч с представителями органов власти, в республике председатель Комитета Госдумы по международным делам отдал дань уважения погибшим в разные годы защитникам Родины, а также оценил деятельность Домоте, одного из ведущих в России предприятий по переработке баранины. Подробности в следующем сюжете. Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий начал более близкое знакомство с Карачаево-Черкесией с посещения памятного места региональной столицы. На аллее славы в Черкесске гости республики вместе с представителями Совета Федерации, регионального парламента, общественных, патриотических объединений отдали дань уважения защитникам Родины разных лет. Затем руководитель Комитета Госдумы по международным делам побывал на одном из крупнейших в стране предприятий по переработке баранины, которое входит в холдинг Домоте. Для Леонида Слуцкого была проведена экскурсия по цехам. Представители предприятия рассказали о полном цикле производства, о продукции, привлекательности труда здесь, а также о дальнейших планах. После чего гость республики поделился впечатлениями от увиденного. Предприятие поражает искусственным интеллектом, поражает чистотой, поражает слаженностью работы сотрудников, высокие зарплаты, создаются новые рабочие места. Предприятия холдинга работают во многих субъектах Российской Федерации, строится новое предприятие, новая цеха, создаются новые рабочие места. Кавказ Мясо – один из флагманов промышленности в целом Карачаево-Черкесской республики. Должен сказать, что мы с коллегами находимся под большим впечатлением, поэтому такие предприятия, такие уникальные производства, людей, которые их создают, которые на них трудятся, надо, безусловно, поддерживать. Леонид Слуцкий пожелал коллективу предприятия не останавливаться на достигнутом, помогать обеспечению продовольственной безопасности страны. Артур Мкцерий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Далее блок политической рекламы, а после смотрите первую серию фильма «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова